Привет, друзья! Меня зовут Алина, и в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами двумя очень важными новостями. Во-первых, к сожалению, скорее всего, в ближайшее время на этом канале не будет новых видео. На самом деле, это очень важное для меня решение, потому что я довольно долго пыталась совмещать все в своей жизни, но, к сожалению, это не получается сделать, и поэтому я сделала выбор в пользу того, чтобы сказать вам о том, что в ближайшее время новых видео не будет. Я, честно говоря, не знаю, сколько это продлится, возможно, новых видео не появятся здесь совсем, возможно, через какое-то время я передумаю, поэтому никакой точной информации по этому вопросу я вам дать не могу, но пока что в ближайшем и поздримом будущем, наверное, я не буду снимать новых видео на YouTube, и планирую более активно вести свой Инстаграм. Я и до этого периодами активно его вела, но, опять же, из-за того, что у меня такой раздрай и YouTube, и Инстаграм, я не могу, в общем-то, остановиться на чем-то одном, поэтому, наверное, я все-таки делаю выбор в пользу Инстаграма в ближайшее время. Буду чаще появляться в Stories, буду рассказывать вам про все новые события в своей жизни, обязательно расскажу вам про то, как я сейчас в условиях пандемии коронавируса прохожу практику. Прохожу я практику, кстати говоря, в МГИМО, и расскажу вам, чем я там занимаюсь. Также буду рассказывать, в общем и целом, про то, чем я буду заниматься на четвертом курсе, буду рассказывать вам там же про свои новые проекты, и, в общем-то, всем, кому интересна эта тема, связанная с ДВИ и МГИМО, я никуда не исчезаю, просто я буду чаще находиться в Инстаграме, буду отвечать на ваши вопросы, буду делиться новостями своего проекта, школы ДВИ и МГИМО, поэтому, в общем-то, ждите информацию именно там, и подписывайтесь на мой Инстаграм, для того, чтобы не пропустить ничего и быть в центре всех событий. Как я уже сказала ранее, одна из причин моего ухода с YouTube, это большое количество учебы, работы, других различных проектов, над которыми я работаю, и как раз-таки с этим связана моя вторая новость, потому что мы запускаем летнюю школу ДВИ и МГИМО. Вы знаете, что мы очень часто делаем для поступающих бесплатные мерафоны, различные чек-листы, очень полезной информацией делимся. И сейчас, в августе, мы решили сделать еще одно мероприятие, которое будет называться «Летняя подготовительная школа ДВИ и МГИМО». Она рассчитана на тех ребят, которые будут поступать в 2021 и 2022 годах, потому что если вы в 10 или в 11 классе, то вам точно пора начинать готовиться к ДВИ, и поэтому мы всех вас с удовольствием ждем на нашей летней школе. На самом деле это будет очень интересное событие, потому что целую неделю мы с вами будем максимально тесно взаимодействовать. Почти каждый день будут вебинары, на которых мы с вами будем разбирать все задания ДВИ, будем решать реальные варианты, будем решать типичные задания. Но самое главное, что мы будем разбирать с вами не столько задания, сколько правильные тактики, то есть каким образом нужно подходить к этим заданиям, какие есть секреты, подводные камни, каким образом готовиться потом каждому из заданий самостоятельно. И это будет отличным подспорьем для того, чтобы затем прийти на наши уже основные курсы и заниматься конкретно наращиванием базы именно заданий. Школа начнется 17 августа и будет длиться до 23 августа. Я обязательно оставлю все ссылки внизу, в том числе ссылку на расписание нашей летней школы, но позволю себе немножко прокомментировать, чем же мы будем заниматься с вами в эти прекрасные 7 дней. В понедельник нас с вами ожидает водная встреча, мы с вами все вместе познакомимся, встретимся с вами в Zoom. Я буду отвечать на ваши вопросы, обсудим МГИМО, ДВИ, поступления, все вопросы, которые будут вас интересовать. Еще раз пройдемся по программе нашей летней школы. В общем-то, будет такая организационная встреча, на которой я ожидаю, что все из вас будут. И именно на этой встрече будут раскрыты подробности конкурса эссе, потому что у нас в нашей летней школе будет конкурс эссе. Из трех предложенных тем вам будет необходимо выбрать одну и написать эссе в свободной форме, которые потом будут участвовать в конкурсе. И из всех написанных эссе мы выберем одно, и этому человеку дадим бесплатный доступ к любому из наших курсов. Потом во вторник начнется уже активная практическая часть нашей недели. Я думаю, что уже накануне вечером вам придут практические задания на грамматику, и в первой половине дня вы будете заниматься тем, что вы будете их прорешивать. При этом у вас будет шанс и возможность выслать нам это задание на проверку, но будут строгие дедлайны, и мы будем принимать все задания только именно в эти дедлайны, потому что иначе мы не успеем все проверить, и тогда кто-то начнет обязательно отставать. Во второй половине дня в 6 вечера мы с вами будем разбирать реальный вариант ДВИ, посмотрим, из чего он состоит, обсудим все последние изменения, потому что те изменения, которые были внесены, так, в общем-то, мы и не увидели на практике, потому что в этом году ДВИ отменили, поэтому будем с вами, в общем-то, рассматривать просто реальный вариант ДВИ и обсуждать видоизменения. Все с вами прорешаем, я вам расскажу лучшие тактики, как подходить, с чего начать, чем пользоваться. В общем-то, будет, правда, очень интересно. В среду день будет посвящен полностью лексике, фразовым глаголам, наречиям, предлогам и всему тому, что, в общем-то, действительно в эту тему можно отнести. В первой половине дня вас также ожидают практические задания, вы получите доступ к ним на нашей платформе, а во второй половине дня, также в 6 часов вечера, вас ожидает мастер-класс по лексике, предлогам и всему остальному, тоже буду сдавать вам все явки пароль. Четвертый день будет посвящен Passive Voice. Это тема, которая, с одной стороны, кажется всем легкой, но на самом деле там есть над чем поработать. И это будет день, полностью проведенный на нашей платформе. Вы получите доступ к видеоуроку, доступ к практическим грамматическим заданиям. И задания, кстати говоря, будут повторять структуру тех заданий, которые вы сможете потом увидеть на нашем основном курсе, на наших основных курсах. Поэтому этот день будет тоже очень интересным, очень полезным. И в нем тоже будет очень много отсылок, конечно же, к ДВИ. В пятницу будет, наверное, самый сложный день, потому что мы с вами будем разбирать перевод. В первой части дня у вас также будут практические задания на перевод. И у вас также будет возможность сдать их на проверку. А во второй части дня мы с вами будем разбирать лучшие тактики перевода, будем с вами тренироваться. И, в общем-то, снова в 6 часов встретимся на вебинаре. В субботу вебинар будет с утра, в 11 утра. И мы с вами разберем, какие же секреты чтения можно использовать для того, чтобы максимально эффективно и правильно понимать тексты, которые встречаются нам в ДВИ. Это будет очень-очень интересный семинар. Я думаю, что мы все с вами недооцениваем тексты. И очень часто тексты пропускаются, как при самостоятельной подготовке, так и в подготовке с репетиторами. Но мы с вами обязательно уделим должное внимание этому и тоже все очень-очень подробно разберем. Ну и суббота станет днем дедлайна, когда будет необходимо сдать ваши эссе для того, чтобы мы их успели проверить. И уже в воскресенье в 11 утра у нас с вами будет заключительная встреча, на которую мы с вами подведем все итоги, на которую у вас будет возможность задать все ваши вопросы, на которые мы с вами определим победителя конкурса. И также я вам расскажу про скидки и специальные выгодные предложения для наших участников, которые все-таки решат присоединиться к нашему основному курсу, к нашим основным ступеням. И, в общем-то, для приобретения этих основных ступеней у вас будут, конечно же, самые выгодные предложения и скидки. Вот такая вот максимально интересная неделя нас ждет. Единственное, что в этот раз, основываясь на опыте наших предыдущих мероприятий, мы решили сделать все-таки это мероприятие платным, хотя и очень доступным, потому что стоимость всей этой программы, которая будет рассчитана на целую неделю, и в ходе которой у вас будет возможность получать обратную связь и присылать там свои задания, и очень-очень много тренироваться, стоимость доступа будет всего лишь 990 рублей, что максимально доступно, но объясню вам самый главный момент. К сожалению, на опыте наших предыдущих бесплатных мероприятий мы поняли, что очень многие из вас не доходят до конца. Все-таки это не очень хорошо, и мы хотели бы, чтобы и наши затраты, усилия, и ваши затраты окупались, поэтому давайте для того, чтобы собрать сообщество максимально мотивированных ребят, а мы знаем, что вы у нас именно такие, все, кто будут присоединяться, будут все-таки решать для себя, что они будут идти до конца, и действительно придут на максимальное количество вебинаров, постараются выполнить максимальное количество заданий. Я просто знаю по собственному опыту, что когда ты хотя бы немного, но заплатил за какой-то продукт, то ты обязательно-обязательно дойдешь до конца. Поэтому я всех вас с удовольствием жду в нашей новой летней школе, я жду вас всех в своем инстаграм, потому что там мы будем продолжать с вами держать связь, обсуждать с поступлением, гимой. И, наверное, последний момент, который, возможно, кого-то заинтересует, это то, что на ближайший год у меня на персональные занятия есть еще буквально пару мест. В ближайшем учебном году я решила сократить себе нагрузку, и я не беру такое большое количество учеников, как в предыдущем году. Поэтому если у кого-то есть желание записаться на персональные занятия со мной один на один, то пишите на мою почту, я с удовольствием рассмотрю все ваши заявки. Но, как я уже сказала, будет буквально пару мест. Поэтому если у вас есть желание, то пишите мне на почту, и мы с вами обязательно договоримся о наших персональных занятиях. Вот, на этом все. Я очень надеюсь, что мы с вами не прощаемся и продолжим держать связь с вами в инстаграме и в рамках нашего проекта. Поэтому всех вас с удовольствием жду. С кем-то, надеюсь, познакомиться лично. И искренне верю, что у каждого, кто хочет поступить в МГИМО или исполнить свою другую большую заветную мечту, обязательно получится это сделать, если он будет очень-очень усердно работать и искренне верить в свою мечту. Я вас всех очень сильно люблю. И до новых встреч. Пока-пока.